Welcome! Две игры осталось у нас в сегодняшнем тяжелейшем дне. От слова дно. Тяжелейший день у нас сегодня произошел. Мы сначала откомментировали с вами корейские матчи, чемпионаты, соответственно, Кореи. Best of 3 первое, Best of 3 второе. После этого было чемпионат Америки, Best of 1. Все играли команду, но там было 5 игр. После этого был анализ игры LCL Open Cup, одной из команд, которая попросила меня, чтобы я сделал этот анализ. И сейчас четвертая игра уже в чемпионате Америки. И все это, ребят, было в лайфе, в прямом эфире. Подустал уже, конечно же, очень сильно. Еще и немножко приболел. Но это я уже говорю для тех, кто в записи, скорее, а не для тех, кто, конечно же, смотрит прямой эфир. Вы-то это все прекрасно знаете. ТСМ будет сейчас играть под командой Clutch Gaming. Давайте познакомимся с соперниками. Клочи идут 2 победы, 2 поражения. Команда ТСМ идет 2 победы, 2 поражения. И казалось бы, ведь ТСМ такие крутые, как они умудрились проиграть. А проиграли-то они вот как, ребят. Они проиграли команде Team Liquid, потом проиграли команде почему-то FlyQuest. Это было в прошлом моменте. Я этот все не могу забыть момент, как они умудрились проиграть команде FlyQuest, которая сегодня пыталась со своей ревенкой сделать тоже победу, но ничего у них не получилось. ТОП-1 ладер Америки, Григу дают наконец-то сыграть. Да, кстати говоря, о Григе. Григ вернулся в основу команды ТСМ. Акадин, который там его несколько раз заменял, и там другой еще у них есть, Лесник, который был в прошлом сприте, забыл, как его зовут, тоже был убран. И команда, наконец-то, ТСМ играет со своим Григом. Они сами отмечали, что с Григом им нравится играть гораздо больше, но вроде как они говорили, что у него проблемы с руками. Но, блин, есть у него проблемы с руками, и как он берет себе ТОП-1 ладера, да? То есть он по позициям идет, он просто поднимается. А так я вам могу показать, он даже, наверное, сейчас по-прежнему находится на позиции номер один в ладере. Это европейский сервер, сейчас мы поменяем здесь, на Норт-Америка. И посмотрим лидерборд, и увидим здесь Грига где-то неподалеку. Ну, или не увидим его. Санторин сейчас на первой позиции, Тарзанет. Это стример Вайпер, как раз из команды Флайкваст, которая играет на Ривенке, на позиции номер четыре, а Григ где-то здесь был, но вот я сейчас вижу Звена, а Грига я сейчас не вижу. У него TSM Григ, простой никнейм. Хм, видимо, как начал тренироваться с командой, не стало у него много времени для Сулоку, и поэтому он перестал быть высоко. Точно TSM Григ никнейм? Вроде был TSM Григ. TSM Григ. Ну, Платина 1, я так и думал, да. Не, ну это не он. Точнее, это типа он, но это не тот аккаунт, или это не он вообще. Здесь написано просто, видите, пометка, что есть Тим Соломет, что это его аккаунт. Тут реально подписано, что это его аккаунт, только это не тот аккаунт, на котором он играет. Ну ладно, забейте. Не нашел я его аккаунт, честно. Но он был, короче, топ-1 ладера, это точные данные. Как раз тот момент, когда у TSM лесник другой был. Ну а так, Платина 1 сейчас Григ, вот он наш мистер Бородач. Я не про Бьерксона, а про Грига, а Бьерксон берет с него пример и Бороду отрастил. Звен поглядывает на своих бородатых ребят. Также улыбается у нас здесь и саппорт Звенчика. Команда TSM получили два бана уже в лицо саппортов, поэтому Китш Ботлайн улыбается. ТSM же в ответ забанили Рамбла от Хуни. Хуни пока в этом сплите отыграл только в основном через Рамбла. Не дает Хуни команды Клэч Гейминг никаких других чемпионов. Возможно, они ему больше не верят. Блин, у кого проблемы с Ру-сервером? Пишет, что вы отключены от чата. Да, такие баги иногда бывают. Ничего там не сделать. Надо ждать, пока само все переподключится. Сайлос еще банит команда TSM. Долго соображались, что же выключить. И МСС Крак сейчас, видимо, ответный банк сделает по Сиджуане Григо. У Григо есть два основных чемпиона, на которых он играет. Это Трандл и Сиджуане. Забавно, что оба этих чемпиона прямо противоположны друг другу. Одно и Абилити Пауэр у второго АД урон. Но посмотрим, с чем он будет играть в этой партии, учитывая, что Сиджуане ему выключили. Ну и сами TSM забанили Райза. Потому что Хуни и Дамонта могут на этом чемпионе очень много погоды сделать. Атрокс. Остается открытым. Атрокса забирают. Все еще у нас открыт Ирелия. Что странно, что ее не забанила команда Клач Гейминг или TSM. Показывают нам Узира, которым никто, конечно, играть не будет. И будет ли у нас рисковать Берксон и Брокенблейд играть Ирелии против Атрокса. Не самые легкие матчапы в начале, но дальше можно будет хорошо сплитпушить. Там забирает Ирелия. Ну и к этой Ирелии наверняка сразу Грих доберет своего чемпиона. Вопрос только какого? Так-то идеально была бы здесь Сиджуани, но она забанена. Грагоса. Все же простецкий такой вариант выбрали. Танк-инициатор с магическим уроном, чтобы не было прям упорного одного урона. Но команда Клач Гейминг нормальный ответ делает за Ирай Канг. Это и за Ирай Канг. Но ТСМ должны были быть готовы. Я думаю, они сейчас доберут себе либо Браума, либо пойдут в Ботлэн независимый. Типа через Тамкенча, либо через Эдза. Но английский комментатор тут упоминает то, что Грагос сейчас довольно независимый. Лесник, кому не нужен никакой пул лесной. Это попытка уйти в Северлюкс. Но Клачи сейчас просто Север выключат. Это первый бан будет. Хотя, казалось бы, зачем банить Север, когда у вас есть уже Зай, который побеждает Север. Ну, это так просто. Мысли вслух. Но вообще, конечно, они, я думаю, забанят Север и забанят Кейтлин. ТСМ в свою очередь будет, наверное, банить тех лесников, которые побеждают Грагоса. Это Рексай и, конечно же, Олаф. Ну, я бы Север Кейтлин банил, Скайри. Такие дела. Ты тут не умничай. Тут все продумано. А ты, кстати, на Корее была, Скайри? Ты что, весь день со мной сегодня на стриме? Мне даже тебе жалко тогда, если ты весь день была. Ладно, я тут отмучился. Дрейвена тогда. Дрейвен Люкс? Не думаю, что это хорошая идея. Я думаю, здесь более простая версия будет Звеновская, какая-нибудь Тристана, либо тот же самый Эзз с Люксой и все. Не, я с бабушкой сидела, пока Корея была. Какие подробности? Я тут весь день. Ай, зачем? Кому ты Евгении нужен? Я тут кадрю Скайри, а ты тут... Я тут весь день. Знаете, как в этих фильмах напоминают эти ром-комедии, когда там парень клеится к девушке, и тут хоп, кто-то, его друг какой-то выскакивает и говорит, я тоже пиво буду. О, боже мой, что ты лезешь-то? Кстати, они Эза забанили Класс Гейминга и Кейтлин ТСМ забирают. А так, Жень, молодец, если ты здесь был все это время. Вроде же нормально вообще стоит Северка против Зай. Не, не очень нормально. Ну, то есть там у Север тяжелый матчап сам по себе считается. Так-то она дальше аутскелит, но не получится. Опа, Кейтлин, кушка-ловушка в действии, да? Я же говорила, что пикнут Катюху. Вот, скорее всего. Ты молодец, ты все угадала, поэтому ты должна мне... Ладно, я обещал не быть больше пошлым. Сам себе это обещал, поэтому не буду этого говорить. Что ты мне должна за то, что угадала, что там Кейтлин? Нику забирает. Кстати говоря, команда Класс Гейминг, я тут уснул почти. На трансляции Ника будет, соответственно, у нас на мидлейне. Не Ганг Планк на топе, а Атрокс в лесу. А я смотрю с третьего матча Кинг Зоны против Африка Фриксов. Сам себе обещал, сам себе и сделаешь. Вот так оно и будет, да. И Твистед Фейт от Бьерксона против Ники Дамонта. Знаете, тут даже забываешь о том, что Лер решил поиграть Атроксом в лесу против Грагас. И ГП у нас будет против Ферелли. Мистер Эмсис Крак, он точно в курсе, как работает эта игра? Потому что, кто не в курсе, ГП сейчас в прямейшем контрпике. Бот Лейн команды Класс Гейминг в прямейшем контрпике. ТФ получил тоже прямейший контрпик, ну то есть ТФ сильнее Ника. И единственная линия, которая сильнее более-менее у команды Класс Гейминг, это Атрокс. Да скорее, сколько ей там лет? Ей 15 лет, походу. К ней даже не подкатить, ребят. Вообще, видите, сколько она пишет? Так обычно 15-летние девочки пишут. Зато игра будет быстрая. Ай, не факт. Баны пики еще никогда не говорили, какая будет игра. Мне 23. Вот мы и выяснили, сколько ей лет. Сейчас, ребят, скоро выясним. Ну, тогда понятно, что ты, когда пишешь, так нет, тогда меня обвинят в русофобстве. Надо как-то это выкрутиться. Понятно, что ты американка. Это сразу видно. Свои сообщения пишешь, как из Америки. Поэтому ты ей не спишь, потому что у тебя сейчас будний день. Бабушке в Америку поехала помогать. Забайтчина, да. Мы пытаемся на второй пункт сейчас забайтить. Но она слышит мои мысли вслух, поэтому не забайтится, не напишет, где она на самом деле живет. И у нее четвертый размер груди. Не, на самом деле, вроде у нее третий был. Это я помню, она писала. Год назад где-то. Как тебе борода Бьерксона? Шикарная. Я такую бороду сделать не могу. Хотя там, говорят, есть какие-то гелии, увеличивающие длину бороды. Ну, не знаю. Гелии для увеличения длины. Я этому не верю. Если она в Москве, то у меня пустой письменный стол и роутер. Евгения Лакс что-то знает. Это клей называется? Не, не, не. Там, на самом деле, сам Бьерксон на стриме это говорил. Он каким-то там гелем пользуется. Особенным. Поэтому она у нее такая. Шампунь-крапива. Для бороды. Как думаешь, ТФ будет играть через тринд? Сейчас посмотрим на то, какие он руны взял. Последний раз говорят, что на пятой неделе 2016 года летнего сплите Бьерксон сыграл Твист от Фэйта. Играл он против команды Феникс Уан. П1 там было написано. Видите? И он играет через Криптомантию зеленой веткой. И тогда все как бы становится на свои места. Да, это будет АД. ТФ. И по процентам мы тогда определились с вами. Но послушаем сначала интервью. А все хорошо. Я все понял, кроме того, чьи слова, какого тренера он говорил. Потому что это подходит и под клатчгейминг, и под ТСМ. Сказано было, что команда Икс, давайте ее так назовем, очень хорошо натренировалась на этой неделе. И забыли они уже о тех поражениях, которые произошли для них случайно в этом чемпионате. Будут они бороться только за плей-офф. И главное, что на тренировках все у них получается. И все эти тренировки приведут и к тому, что они сейчас будут побеждать. И только победа их ждет. Команда Икс. Команда Эр. А че, скорее обиделась? Да не обижайся, че ты. Взяла, обиделась, ушла со стрима. Теперь там сплошной добрый бобр пишет в чате. Так вот, по процентикам я не успел вам сказать. ТСМы 55% лейнинг-фазы. ТСМы 60%. Это про 100 воров говорили, да. Про 100 воров однозначно. 60% мидгейм и ТСМ, лейтгейм тоже 60% я за ними оставлю. Почему не могу дать им больше? Потому что все же такие... Хороший тимфайт у команды Клэчгеймера. И ганг от Грига выходит на хуйни-хуйни, выфлашивается. Я чекал обьеркса на ПОПГГ. Он там ТФ и Камилу тренировал. ТФ в Камилу... А, ТФ и Камилу, я понял. Камила на мидлэйне это европейская тема, он решил, видимо, ее попользовать. И ТФ молодец, что взял. ТФ очень сильный чемпион, особенно с новым билдом, этим Адешином. И еще Григ здесь обворовывает, как видите, спокойно Крабика. И один кемп у него не забран, это Громб. Так же самое. Не забран один кемп у Лиры. И оба лесника бэкаются на базу. Один с ботинками будет, второй с мечиками. Подкидывание. Инициация неплохая от Вулкана. Правда, его руте это можно будет сейчас избивать. Он не может никуда деться, потому что там сразу же после этого идет ловушка. Какая же шикарная комбинация Люкса плюс Кейтлин. Ничего не сделать. Понимаете, да, вот эта вот кушка, которая попадает Люксы, ты попадаешь не в одно заклинание, ты попадаешь в три сразу заклинания. Даже в четыре, если взять еще Люксу. Люкса в тебя тут же дает Ешку. После этого, так, Лера, походу, будет делать ганг на топ-лейн. Посмотрим Брокон Блейд. Понимает, что что-то здесь не так и валит отсюда. Бросай этих трех крипов. Спайдер Сенс у него здесь сработал. Точнее, это Туркиш Сенс. Вот, смотрите, Папайдер первый кушкой. После этого идет ловушка. После этого кушка идет Звена. И все это время еще и автоатаками тебя избивают. Похоже, это был тренер не Клачей. По какой причине вылез ТФ из Забвения? Он давно уже вылез в Солоку. Просто на чемпионатах его единицы сыграли. Там один раз в Китае, один раз в Корее, один раз в Европе. Несколько раз в Америке его сыграл Краун. И тогда решили все команды, а почему бы не побузить его и вправду. Кейт с Морганой, как по мне, сильнее. Но Кейт с Морганой выполняет ту же самую функцию, понятное дело. Но здесь они взяли Люксу против Рейкона. И решили добавить тогда уже Кейтлин, когда им забанили Севир и Эза. У Люкси еще усиленная автоатака. Ну да, только там надо правильно сделать. Надо дать усиленную автоатаку по кушке, потом взорвать Ешку и дать следующую усиленную автоатаку. То есть там тоже очень важно это правильно сделать. Пока 1-0 пользует команда ТСМ и Хуни вместе с Лирой запушивают эту линию, но это не для тавардаева, это для того, чтобы среколился Хуни без потери жизни. Ну а Брокенблейд, который уже с телепорта вернулся, понимает, что Хуни не пушил бы его так и резво, если бы не было рядом джанглера. Поэтому сейчас Брокенблейд будет очень аккуратно из подышки влезать. Брокенблейд с тем временем пришел на Ботлэйн и надеется, что, может быть, Лира все же здесь, а не потеряли, где Лира находится. Подсказывает мне Антилопа Капитан, что можно, оказывается, Ешку в полете сразу, типа, взрывать и давать автоатаку, и когда Ешка долетится, оно будет засчитано как автоатака. Хм, интересно. Я не знал, что это так работает. Опять та же самая ситуация. Прокаст, урон. Кстати, Звен не идеально играет этот момент. Ну, то есть, он его сыграл сейчас идеально, но не так быстро, как можно сделать. Помните, я вам показывал ролики с механикой Кейтлин? Многим кажется, что чемпион дико простой. Мне Кейтлин вообще очень нравится. Я среди Адекерина на первом месте поставлю Джинкс по любви. На второе место поставлю Кейтлин, а третье Север. И вы скажете, о, это все автоатаки роддико простые. Но как раз таки нет. У каждого из этих Адекерей есть свои бонусы по механике и Кейтлина. Я до сих пор не могу делать идеальные комбинации. То есть, такие вот комбинации, как Звен, я сделать могу. Но вот то, как там люди делают, это просто невероятно быстро все происходит. Вы за полсекунды делаете там четыре автоатаки. При этом вам не нужна даже скорость атаки. Для этого вы просто пользуетесь пассивками. Ну, понятное дело, надо, чтобы противник встал в ловушку. Вы снимаете с этой ловушки автоатаку. В этот же момент даете по нему... То есть, вы даете простой автоатаку ловушка. Давайте еще раз, чтобы подробнее было понятно. Человек встал в ловушку. Вы даете по нему прок этой ловушке автоатаку и сразу же ставите ловушку. В этот же момент нажимаете по нему Ешку. Отскакиваете назад, прокаете еще одну автоатаку уже под Ешкой. И в этот же момент на него срабатывает вторая ловушка, на которую он встал. И поэтому получается, что вы чуть ли не 4 автоатаки даете по нему сразу за эти полсекунды. И это очень тяжелые комбинации. Ну, когда первый раз их видишь, думаешь, что это невозможно. Это не может быть правдой. Так Риву-то не задумали. Потом, когда пробуешь это на манекенах, понимаешь, что вообще да, так можно делать. Оказывается, Кейтлин можно играть гораздо интереснее, чем я играю. Типа того. Поэтому с Кейтлин есть много разных исполнений. Но вот Звен пока исполнил ее аккуратненько. Кстати, это скин на Кейтлин, мне кажется, самый красивый тоже. Как и Звен, так где она на мопеде катается. Пока 1-0, но уже 2 тысячи преимуществ. И кто-то скажет, откуда столько зарабатывается. Ребят, смотрите на мидлайн. Как говорится, смотрите туда. И там у нас Твистед Фейт, который играет с Криптомантией. Твистед Фейт, который играет, помимо того, что Криптомантией, еще и с... Подождите. У нас Грик и Лера столкнулись в интересах. Играет Бьерксон еще и за Твистед Фейт, который зарабатывает тонну золота. Высходит у нас сюда, как видите, Лера. Но Лера ничего не добьется. Куча ловушек от Звена. Хотя килл он не все же зарабатывает. Если Твистед Фейт сюда прилетает, будет прописывать стану, ему отменяют телепортацию. И это 2 убийства в пользу команды. Класс гейминг. Смутти ошибся. Я хотел сказать, что он не заработает килл, потому что там как бы 2 флэша еще. Но Смутти решил не отфлэшиваться. Ему это неинтересно было. Он такой, нет. Флэши это для... Для черни. Я-то люкса. Я королева. Я принцесса. И принцесса не отфлэшилась. Ну и там, конечно, Грагос тоже ее немножко подставил своей ультой от Грига. Давайте поставим повтор. Лера прыгает, попадает в рут. И Грик кидает Леру прямо под люксу. Я понял, почему она не отфлэшилась, потому что Вулкан через Леру прыгнул и прописал по ней чаром подкидывания. Вот. Так что все же он здесь не надо. А Бергсон недалеко убежал, нажимает ульту, но его просто рутят и говорят, никуда ты не полетишь. И пришлось даже отфлэшиться Бергсону на всякий случай. Хорошо, Дамонте сыграл, да и просто вся команда Clutch Gaming хорошо сыграла на этом бутлейне. Правда, они все равно отстают тысячу золота. Ну, хоть на бутлейне эти золота ресурсы отыграли назад. Грик, забыв о том, что было все плохо, только что в той точке тут же стартует Геральтку. И понимает Лера, что нету Грига на топ-лейне. Возможно, он чем-то занимается, но не успевает туда повремя прийти. И Грик забирает себе стак Геральтки. Что касается Бергсон, это будет АД предмет. Trinity Force, Rapid Fire Cannon, Vicent. Потом, возможно, Гуинса, но мы еще этого не уверены, что увидим, потому что тут варианты есть. И просто дальше идти в криты. Хуни попадает под ульту Broken Blade, но как-то Broken Blade перемудрил, мне кажется, с этой ультой. Потому что Лера теперь может спокойно идти в Уолл-Инзене. Уворачивается он от стана, пытается это сделать. Притягивает Broken Blade, а бочка хуни. Ну, просто урон нанесли по Broken Blade. Достаточно, чтобы его убить. Дамонто даже бежал уже на топ-лейн помогать, хотя, возможно, это было связано с Тристад Фейтом, который куда-то пропал с карты. Потерял из виду Дамонто Бергсон, он не знает, где тут бегает, и побаивается, что тут может прилететь на топ-лейн, либо на бот. Но бот-лейн вроде под вышкой, а топ-лейн уже улетел в Broken Blade. Бергсон, ну, хорошо, фармится синяя карточка постоянно. Получается, пофиксили ТФ у криты? Не-не-не, он автоатаками критует, как и обычные чемпионы. А карточка все еще не критует, как и не критовал раньше. Так что здесь-то ничего, ну, как бы нет. Автоатаки критуют, ну, если их пойти. Ловит здесь настанника, работа Григо, очень много урона, ульта, но Дамонто уходит Джоню. Бергсон поднимает еще раз желтую карточку, но здесь Лира своими крыльями просто запугал двух игроков команды ТСМ. Говорит, если будете пытаться убить мне Дамонто, вам придется убить сначала меня. Но что-то его убивать-то совершенно им не хочется. Но в любом случае здесь Рапидска берется для увеличения дальности автоатаки, а не для крита. Да, Витцент берется для дополнительной скорости атаки, и он хит-эффекта. Такие дела. Так что, ребят, ну, как-то ТСМ очень жестко давит, конечно. Вышку на топе ломает, вышку на боте ломает, вышку на мидлейне ломает. И при этом, ну, ты понимаешь, что у них еще и чемпионы. Это не только для начала игры, это чемпионы на протяжении всей игры будут очень сильными. АПТФ прокает криптомантию через копию Ника. Должен, да? Как это делает Элаой, когда клонов ворует, так и он должен этот криптомантию прокать. Так что Ники действительно тяжелая линия, потому что она очень много золота отдает Берксу, ну, просто так. Забавно. Грик пришел, поставил пенкварт, увидел их, пенкварт, и такой, не, я гангать не буду. Уходит, а вот Смутти хочет добиться выбивания ворда. Не, он просто кинул заклинание и тоже уходит на рекаляцию. Ну, а Класс Гейминг хотят где-нибудь опять поймать на ошибке команду ТСМ и устроить битву. Учитывая, что у них отрок с двумя убийствами, можно еще как-то даже вокруг него поиграть. Тем более, что процент отставания сейчас по сетапам не такой страшный, да и по золоту тоже. Берксон опять взялся за свое, не расставляет ворды, но при всем при этом ворует лес своего лесника. ТСМ что-то показательную игру показывает, да? Восемь пластин забрали к 14-й минуте, при этом все линии контролируют матчи и баны-пики провели идеально. То есть пока ни одной ошибки нет, кроме вот этого вот на Ботлэйне, то, что произошло. Но там надо отметить очень хорошую игру Вулкана на Рейконе и чуть-чуть неудачную ульту от Грига. То есть если бы Рейкан там не зацепил, конечно же, Люксу даже эта ульта все равно бы пошла в плюс. Доброго времени суток. Виви куча времени не заходил в Лигу и не сориентировался в метещу, если затруднит в двух словах. Что происходит? Лучше более конкретные вопросы задавать, чем так. А так что происходит? Ну, нормально все происходит. Люкса вот появилась на роли саппорта. Так все примерно то же самое. Ну, про Сону, если ты не знаешь, восклицательный знак Сона. Напиши. Попадешь на видео про Сону на Ботлэйне. Она на роли Ады Керри сейчас играется. А так все остальное, как было, так и осталось. На про Сону у нас две, так сказать, стихии сражаются друг с другом. Агрессивный Лолец и пассивный Лолец. Какой Лолец победит, мы пока, ребят, с вами так и не знаем. Чемпионата мира ждем, либо хотя бы ревтревелся. Потому что MSI ответа нам на это не дал. Агрессивный Лолец вроде стал чемпионом, но при этом пассивный Лолец был на втором месте. Это команда Team Liquid. На третьем месте была Invictus Gaming команда, они агрессивный Лолец преподносят. На четвертом СКТ они пассивный Лолец, на пятом опять пассивный Лолец от команды FlashWolf и так далее. Победит тот, которого мы будем кормить. Хм... Не понял шутку Скайри, пытаясь все въехать в нее, не получается. А чемпионат мира выиграют пассивно-агрессивные азиатские психопаты. Ну или так тоже, может быть, да. Показывают нам, что, видите, Кейтлин и Люкса переместились на бидлейн. Twisted Fetch сейчас пойдет по бутлейну, жесткое давление оказывает. Айрелия будет оставаться на топ-лейне. Так TSM и собирается выиграть эту партию. Идеальный зато баланс, да? Риута добились своего идеального баланса, но я уже говорил, что патч 8.12 очень будет странной. Следующая неделя. И в корейском чемпионате. Китай там, по-моему, еще на патч не перейдет. Пытается Люксу поймать, а она отпрыгивает через флэш. Так вот, следующая неделя будет очень странной для чемпионатов, потому что выходит патч 9.12, и там будет Мордекайзер. И мало того, что Мордекайзер очень сильный, так еще и два нерфа очень жестких, которые отключают Сайлоса, по сути, из игры и Райза. И этот патч, ну, может кардинальная сила игроков поменять, силы команды поменять. Есть присказка о двух волках, злом и добром. И победит тот, которого ты будешь кормить, если вкратце, я так правильно ее комментарий. Скорее сказки нам рассказывает Бабушкины. А у нас здесь Лира делает инициацию по Алексею, у которой не было флэша, помните, ее убили. Вулканы здесь в ответ тоже убивают. Броконблэйт дает свою ульту, но надо бы добить сначала от Рокса. Это у них получается. И очень поздно прибегает сюда Хуни, но ничего он уже сделать не может. Сражение завершилось в пользу команды ТСМ, ТСМ опять разбегается. Представляете, как правильно сделали ТСМ? Они выиграли сражение, но в отличие от большинства команд, они не пошли заниматься чушью и стоять дальше на мидлейне вчетвером. Зачем нам это нужно? Отправляем РЛ быстро вниз, отправляем ТЭФа снова наверх. Мы должны сплитпушить. И это вот показательное исполнение сплитпуш 3.11 сетапа. Так, может, у первой недели никто играть не будет, он будет в бане, грубо говоря. Ну, посмотрим. Пока мы этого всего не знаем. Может, Риут и даже на него бан поставить. Бывает, они тоже первую неделю отключают чемпиона. Кейтлин тем временем добралась уже до второго предмета. Напоминаю, что она скейлится Кейтлин получше, чем Зая, поэтому на одинаковых предметах Кейтлин всегда будет сильнее Зая. Ну, с трех предметов где-то, начиная. О, Кейтлин как раз ботинок и два предмета уже есть. А Коди сам вообще еще не добрался до второго предмета. Тяжело ему. Ну и ТЭФ сейчас уже будет забирать вышку. Очень быстро ее избивает. Rapid Fire Cannon появился. Бергсон купил себе. Кстати говоря, проблема. Это обман. Был Дамон, то его ловят. Бергсон думал, что это будет как раз-таки ГП, а это не ГП, это была ложь и обман. Ника обманщица. Бергсон поллица оторвало, но урона не хватило для убийства. И в этом и есть проблема. Видите, Ника уже не может победить Тистат Фейта. Странно, что он, кстати, в Витсент не пошел. Третьим предметом купил себе как будто в Infinity Age выход. Может быть, это и будет, кстати, Infine. Дополнительная AD плюс Крид с автоатак обычный. Ника в депутаты. Неплохая шутка. Антилоп. Минус вышка на Мидлейне. 4000 преимущество команды ТСМ. По драконам тоже их все устраивает. Они урвали себе одного бегуна. А, не, кстати, вышку на топе только что отыграла у нас Ника от Дамонта, так что... Небольшой камбэк они по золоту вернули. Но, правда, все равно вышки на Мидлейне-то никто им не даст. Там Кейтлин не пропушит вообще никак. За Заю с Рейканом. С одной стороны, ботинки дали немножко живучесть, и ты про Дамонта? Ну, да. Если бы у него была пенетра, он бы сейчас убил ТФ на этом обмане. Но именно из-за мерок он как раз таки не умер в ответ от ТФ, потому что он простоял в стане на 40% времени меньше. Стартует команда ТСМ еще одного дракона, потому что не хотят отдавать его, имея такое преимущество на карте, которая сейчас есть. Ты мне ответишь, что за Нерф Сайлоса? Стрисательный знак патч. Там есть рассказ про весь патч, то, что произошло в патче 9.12. И там есть Нерф Сайлоса. Промотаешь по видео, найдешь, где я про Сайлоса говорю. И все. Так проще, мне кажется, чем я буду сейчас заново все рассказывать. Ну, он там не суперзначительный для, казалось бы, Салаку, но для профсцены это может повлиять. Но Райс-то точно там очень жесткий Нерф. Райс-то, я бы сказал, убийство Райза произошло. Она написала убийство. Команда ТСМ очень аккуратно играет. Прям мистеры аккуратности. Отпушивают просто Крипчиков, ждут, пока ТФ начнет там вышки ломать, ждут, пока Иреля победит ГП 1 на 1. Пока она не может его победить, потому что отстает по предметам, из-за того, что у ГП тоже есть доп. золото, идущий Себочек. Ну и при этом это еще хуйня, Брокенблэйт, наверное, даже морально. Немножко не готов пока с ним еще играть так в открытую. Но на трех предметах она легко убивает ГП 1 на 1. Как тебе Билд Кейтлин? Ну, Эссенс Ривер я бы, наверное, сюда не брал, но он, видимо, взял для того, чтобы ловушки бесконечно ставить, кушками отпушиваться. Я бы все же брал Звену тоже рапитку, и после рапитки Фантом Дэнсер. Но он решил, видимо, вот, действительно, в КДРы поиграть немножко. Перебора с физическим уроном команды ТСМ прям не будет, потому что у них есть Люксай Грагас. В рейф идет. Неудачно. Вулкана ловит. Откидывает его Грагас с ультой. Прибегает Бёрксон, который по Дамонту начинает давать проказ. Дамонта вынужден тоже будет через ульту уйти. И тут шикарный врыв от Брокенблэйда. Минус Дамонте. Дамонте хотел сделать как круто. Могло бы это получиться. Но тут же Бёрксон прилетает на ульте. И все заканчивается, как всегда. 4-3 становится счет в этой партии. Но опять, видите, команда ТСМ не пошла ничего делать. Наша задача не тимфайтиться, а просто сплитпушить. Поэтому Релли тут же убежала вниз. Бёрксон убежал тут же на туплайн. Когда мы, типа, уже заберем, соберем себе там 5-6 тысяч преимущества по золоту, когда мы лишим противников всех внешних вышек, вот тогда будем воевать. Когда начал Твистат Фейд собираться в АД. Ой, это еще давнишний билд. С 4 сезона. Так что не удивляйся. Так сильно. А, Кейтлин, автоатака долетела, да, в конце, получается, или это ульта была? Я чувствую это разочарование Дамонта, когда он ультует и понимает, что никого не заденет. Ну, сам виноват. Он ультанул без флэша и не воспользовавшись при этом забеганием своей копии, потому что его застанили. Так что... Тут такое. Грик тем временем... Вабилити Пауэр пошел через Жоню. Морелку пропустил. Я думаю, это связано с Атроксом, который вышел вперед по золоту в начале играет в него. Так что Грик побоялся идти в Морелку. Боялся, что если пойдет в Морелку, даже он ей так и не доберется. Но Морелку сейчас будет собирать, просто чуть попозже. На шести слотах ГП выиграет Ирэлью? Нет. Ну, номинально считается, что не выигрывает. У ГП вообще проблемы с этими брузерами. Его и Камила побеждает, и Джакс побеждает. То есть он как раз хорош именно как поукер-тимфайтер. А именно как индивидуальный сплитпушер. Он слабоват против этих брузеров. Очень сильных. Ну и при этом сам понимаешь, что там еще механика может быть очень хорошая Ирэля. Она даже бочки может тебе отменять автоатаками. А у ГП прям ограниченная игра. Он максимум, что может сделать, это увернуться от стана Ирэля. И при этом это только через печеньку, да? А у Ульта-то все равно в него залетит. И Ирэля прыжками его добьет с автоатаками. Ну да, английские комментаторы тут говорят, что пытался очень хорошо в Вулкан ворваться, когда Смутти потратил кушку, и вот оно было триггером. Но все равно он попал потом в заклинания другие уже. От Кейтлин ловушка была и Грига ульта. Еще один дракон уходит за команду ТСМ. Потрясающий контроль карты они демонстрируют. Ничего не может сделать команда Класс Гейминг. Даже Нашор маленький, но все же вардец там стоит. Видите, у команды ТСМ. Почему-то уже год предсказываю, за 4 месяца каких чемпионов выпустят три улты. Последний раз тем летом предсказал Юми. Правда, думаю, что она ультой как симбиот будет обволакивать чемпиона, давать ему прирост показателей. Интересная история. Я просто про то, что как ты так предсказываешь. То есть ты читаешь риуты, которые дают Берксон. Ух, кредал, но он полетит дальше за Дамонта. Нет, куда он полетит. Он за фармом полетел. Я понял. Почему? Я не понял, прикол, что сейчас сделал Берксон. Это был килл на Дамонта, а он полетел. Я знаю, что он сделал. Он мискликнул по мини-карте. Вот что произошло. Он просто мискликнул по мини-карте. Потому что, ну, ни один адекватный человек не будет оставлять Дамонта в живых и полетит за крипами вниз, когда там чистый килл лежит. Хороший улын здесь по хуне, много урона. Бомбочка идет, хороший взрыв. И ТСМ понимает, что рановато. Дядя Федор, мы начали сражаться. Тут же Иерели уходит на реколу, Берксон уходит на реколу и принимает решение, что нет, пока не группимся. Потому что один ГП нас чуть было, только что не покарал в этой партии. Он думал, может, что догорит. Ну, не знаю. Может быть, он и правда думал, что там горение по Дамонту, которое пройдет, добьет его. Но все же надо было доигрывать этот момент, конечно же, Берксону. Infinity Age, рапидка и еще один предмет он на ДС собирает. Это, судя по всему, будет Essence River. Пока так, по первому предмету, либо Death Dance. Ну, вот, в последнее время думал, что про нового чемпиона. Подождите, у нас Ношора пытается забрать команду ТСМ очень быстро. Очень быстро у них это получается. А Клачи даже не знает, что делать. Только Лиры вот сюда подходят, но он в ловушке встает, и все поздно. Все слишком тленно и бесполезно. Брокенблейда немножко неудачную позицию занял. Залетает с другой стороны Дамонта, пытается прописать стан свой, но этот стан заканчивается тем, что Дамонта умирает. Пассивка его прямо под Кейтлин сейчас прыгает, и его Кейтлин сейчас должна будет с автоатак добить. Чилы хотят всем отдать. Грагас достался в итоге Гилл. Пять человек поучаствовали убийственникам. Ну, и эта партия, наверное, команда ТСМ не до этого четко играла. Уж сейчас на шор бафом 3-1-1 они сделают еще лучше. В хуне идет инициация. Он отфлешивается чудом, спасает себя, прилетает сюда Бергсон на телепортацию. Но у него нет ульты, чтобы продолжить погоню. Так вот, что там парень написал в чате. Ну, вот в последнее время думал про новую чемпиону, думал о стихиях. Правда, мысли были стихия деревни, деревья и больше рейнджа. Какой озера-то оказалось, там три стихии. А оказывается, они сделали аватары. Эйр-биндеры. Правда, надеюсь, эта эйр-биндерка не будет такая же бесполезная, как фильм «Аватар» от Шьямаляна. А Лера выжил, да, здесь? Да, Лера выжил, они только одного игрока потеряли их, правда. Хорошо он тут уворачивался от всего, даже комментаторы это отметили. Но, к сожалению, для него он все равно был обречен. Вопрос такой, кто его добивал бы? За Краба сражение до конца устраивает Грик и добивает его. Очень скучная партия. Ну, то есть, скажем так, она не скучная, она показательная. Это как раз TSM-овская игра, показательно, как надо играть 3-1-1 сетап, как его нужно реализовывать, что нужно делать в тот или иной момент игры. И уже 32-ая минута, и Калачи просто разводят руками и говорят, а что, как играть-то будем дальше? Непонятно. А, это ульта Вулкана, да. Вулкан ее мискликнул, походу, потратил случайно. Не видела TSM-команда, что Вулкан без ульты остался, но это действительно странный ход. Ой, почему ли Снеку TSM выглядит как учитель физики? Я думал, он выглядит как физрук. Хотя он больше похож на информатика или математика. Но свыжку делает команда TSM снизу. Других вышек не осталось. Придется все же сражаться 5 на 5. Они долго избегали этого сражения, но все же оно произойдет. ТСН с реверзиал у нас Берксен, QSS есть у нас у Кейтлин. Двух этих АДшников вполне хватит, чтобы справиться со всей командой Клач Гейминг. Те тратят ульту на карипов, и со следующим паком можно будет захарить. Берксен даже дает ульту и перемещается на мидлайн, чтобы быстренько сломать эту вышку. И вся команда TSM может теперь захарить на этот ингибитор, но я думаю, они оставят здесь трех игроков, а два снизу. Такое чувство, что TSM так жестко победила команда FlyQuest, что они теперь лишнего крипа боятся отдать и никуда не лезут. Да? Потому что боятся проиграть, все верно. Но это на самом деле называется стабильная, хорошая игра. Ругать их за то, что они не рашат победу, не стоит, потому что они попытались порашить победу против команды FlyQuest, и закончилось именно созвучно, как я сказал только что, все. А ведь там тоже такой был сетап, помните? Я вам напомню, ребят. Тогда у команды TSM тоже был сетап. 55 начала за ними, 60 за ними мидгейма, 65 за ними лейтгейм. Я был абсолютно уверен, что TSM не могут слить ту партию, но ошибся. Ну, а здесь уже все хорошо. 35-я минута, 10 тысяч преимуществ команды TSM. Они просто бьют со всех сторон ингибитора, и все. Там, где Сона была, да? Там, где Сона была. У них просто сильный лесник был, и поэтому они 55% даже на лейнинг-фазе имели. Хотя Сона обычно проигрывает. Ну, врыв попытка от команды Clutch Gaming, но у Звена QSS, помните об этом, он просто нажимает, уходит. А там уже база горит. Бьерксон вместе с Broken Blade сломали два ингибитора и пытается побить уже вышку. Ребята, игры еще будут? Да, еще одна игра осталась у нас. Команда 100 воров будет у нас играть. Но пока давай досмотрим эту партию. Еще и ГП ульту потратили, но ингибитор выжил все же. Да, там Добрый Бобр пишет, слышь, там Виви сказал, что мы не можем слить, давай докажем обратное. Да, не, не, тут слить невозможно, серьезно. Последний предмет у Кейтлин собирается, последний предмет у Бьерксона собирается. Посмотрите на горе Заю. Ну ладно, у Зая на самом деле тоже последний предмет собирается. Правда, он у нее еще не начит. А вот горе Ника, гляньте, у нее там три предмета против пяти уже предметов Бьерксона. ГП, правда, добрался до неплохих предметов, но это не так важно. Талант Ненасытный Охотник восстанавливает ХП от заточки статика. А, я понял, что ты имеешь в виду? Да, будет работать. Долго пытался въехать. Что он хочет от меня? Твистед Фейт у нас снизу. ГП пытается устроить для него ловушку, но не получается промахивать Сану. Бьерксона тут же нажимает ульту и улетает. Причем летит не на ингибитор противника, хотя он не мог до тут долететь, у него не было просветки, а летит в другую совершенно точку, но команда ТСМ все равно забирает. На Шора и Клачи просто бегают сверх расстроены. ТФ все же пошел на бэкдор. Первую вышку пытается сломать. Вместе с ним, кто прилетает туда Броконблэйт, они пытаются там прописать по хуне-хуне, через печеньки спасает себя, но за это время успевает сюда вернуться только Лира. Правда, Лиры достаточно. Команда ТСМ потеряли двух игроков. И Вулкан приходит на подкидывание, но, к сожалению, убегает Броконблэйт через флэш. Мышка еще одна падает. Скорее всего, убьют сейчас бедного хуне, который заработал хороший келл. И команда ТСМ просто завершает эту партию. Калачи попали под бэкдор. Но бэкдор здесь был неважен. Тут они могли и без бэкдора победить, учитывая наш арбав. Почему именно все же АДТФ? Ну, потому что он сильнее по винрейту, нежели АПТФ. Вот и вся история. Что ж, команда ТСМ легкую одержала победу. Мы идем сейчас с вами, ребята, на перерыв. Мне надо как-то приободриться, потому что я совсем уже сонный. И последняя игра. 100 воров против команды ГГС. Я ожидаю самую скучную игру за сегодняшний день. Будем надеяться, что я очень грубо ошибаюсь.